Итак, тема нашего сегодняшнего ролика – это работа с ресурсами, которые вы завели. То есть, если у вас есть бизнес, и вы используете какие-то ресурсы, будь то страничка в ВКонтакте, либо группа в социальной сети другой, либо это аккаунт в Инстаграм, либо это с лендинг, либо просто сайт какой-то подробный, либо это вообще мобильное приложение. То есть, что делать с ними, если они не работают? То есть, почему они не работают? И на самом деле, в чем волшебство? То есть, почему у кого-то они работают, и кто-то говорит, что это круто, а вот вы сделали, и у вас это вдруг почему-то не работает в клиентах, не приносит, и все такое прочее. Да, и на самом деле, первый этап любого вот такого, скажем так, нового построения, неважно чего, это этап создания. То есть, сейчас мы с вами часто слышим, там, создал страничку в Фейсбуке, или в Инстаграме, или ВКонтакте, или это может быть сайт. Очень часто бывает такое, что я создал сайт, и этот смелочь почему-то не приносит новых клиентов. А почему она должна приносить, так кто-то вам придет на сайт. Вы думаете, что Google будет вас показывать, или ваши клиенты запомнят, как он называется? Ну, это наивно. То есть, в раскрутку абсолютно любого ресурса нужно вкладывать деньги. И это нормально, в этом нет ничего такого фантастического. То есть, вы создаете, вы оформляете, вы вкладываете энергию, силу в оформление этого ресурса. И после этого уже идет другой этап, когда вы начинаете работать со своей клиентской базой. И здесь, наверное, Сергей расскажет, у нас очень много есть примеров, прям живых примеров. То есть, как работать с клиентской базой, и какие ресурсы, какие результаты это может приносить. Да. Вот у меня буквально сейчас перед глазами есть два предложения, которые, результаты которых мы услышали совсем недавно, это мобильное приложение, каталог Avon. То есть, представители Avon сделали свое приложение. И мобильное приложение по детскому массажу. То есть, мастера детского массажа. То есть, здесь ситуация в чем. Люди сделали, вот по Avon, каталог сделали неполных три месяца назад, неполных. То есть, полных три месяца еще не прошло. И за этот срок его установили почти две тысячи пользователей. То есть, это мобильное приложение установили 1878 раз. И количество запусков этого приложения составило 3300. Это очень серьезный результат, при том, что они не использовали платную рекламу, они просто созвонились с теми, с кем работали раньше, то есть, со своей постоянной базой клиентов. И рассказали им о том, что это мобильное приложение у них вышло. Например, с детским массажем та же история. То есть, они не пользовались платной рекламой, они не пиарили себя в соцсетях. Они просто прозвонили всех своих клиентов, которые у них когда-либо были. Сделали им рассылку ВКонтакте, во всех возможных источниках, где они до них могут достучаться. По-моему, это было в основном через WhatsApp и Viber, да? И все. То есть, это приложение сейчас, то есть, за два месяца набрало 2020 установок. И за последнюю неделю, вот перед публикацией этих новостей, оно набрало еще 250, 205 новых установок. То есть, понимаете, приложение растет уже на автомате. И вот здесь очень важно понимать, что даже когда вы начинаете вот на этом этапе работать со своей клиентской базой и помогать им устанавливать приложения, если это приложение, или цепляете их на ваши соцсети, в принципе, в большом счете не важно. В этот момент, когда идет вслед к активности, Google Play, Facebook, Instagram, любой ресурс, он начинает вас продвигать. Он видит интерес к вам. И, допустим, наши приложения сейчас, они очень часто выскакивают в рекомендованных. И даже те клиенты, которые еще не успели скачать, видят ваши, или даже не ваши клиенты, а просто те люди, которые по мнению Google, Facebook или Instagram, считают, что ваш ресурс, он будет им интересен. Он начинает рекомендовать, и у вас появляется приток новых клиентов. Но это возможно только, если вы вложили время, терпение в то, чтобы ваша клиентская база, она начала скачивать и начала пользоваться вашим ресурсом, неважно каким, приложением или соцсети, или еще что-то. Это очень важно. А дальше вы начинаете оплачивать рекламу. Это может быть реклама в Instagram, в Facebook, в ВКонтакте, в Google. Преимущественно больше 80% трафика сейчас, в принципе, идет с мобильных устройств. Поэтому мы с вами попадаем прям в яблочко с нашим предложением, потому что делая мобильное приложение, вы автоматически становитесь уже в телефоне вашего клиента. Он не тратит много памяти на своем смартфоне, но у него появляется связь с вами. И это как раз говорит о том, что почему приложение по массажу его скачивает. Люди хотят иметь такую связь. Это удобно, не нужно запоминать ресурсом. Можно и почитать, когда есть свободное время, и посмотреть и видео, и трансляции, и задать вопросы. Абсолютно все можно сделать внутри. Это очень удобно. И когда мы с вами говорим про внешний трафик и про то, что этот таргетинг, его нужно оплачивать, этим нужно тоже заниматься. Но здесь очень важный момент. Мы с вами говорим про внешнюю аудиторию. И мы говорим с вами снова про всплеск активности, следующий, такой, как вторая волна, как второе дыхание. И Google, и снова все остальные ресурсы, и Apple, они начинают вас рекомендовать. И вы снова появляетесь рекомендованными. И если это делать в симбиозе, то есть работая с вашей клиентской базой и работая именно с таргетингом, то ваш рост вашего приложения будет еще быстрее и вас будут рекомендовать еще большему числу пользователей. Ну, а на этом у нас на сегодня все. Если у вас возникли вопросы по этому видеоролику, если у вас возникли вопросы, в принципе, по тому, какой ресурс сейчас более выгодный, более интересный для развития, для подвижения своего бизнеса, то обязательно пишите в комментариях, не стесняйтесь. То есть мы обязательно запишем ролик, если накопится много вопросов, то есть это можно будет выложить в отдельную тему. Поэтому давайте обсуждайте, давайте обратную связь, помогло ли вам это видео что-то больше для себя понять и обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам это понравилось, нам будет приятно. Хвалите нас в комментариях, хвалите нас. Все, с вами был Сергей из Сибири и Чичкова из Мексики.